Всем привет! Меня зовут Балжан, я учитель биологии. И сегодня мы поговорим о том, как происходит процесс, один из важных процессов для любого живого организма, а то, каким образом происходит размножение. Для человека, как и для большинства животных, основным методом размножения является тип полового размножения, когда имеется два разных пола, самцы и самки, и они формируют половые клетки, которые потом в результате слияния формируют новую клетку зиготу, дающую начало новому организму, уже следующему поколению данного вида животных. И вот этот процесс формирования половых клеток мы называем гометогенезом, потому что для половых клеток тоже название стоит гометой. Так, соответственно, получается, так как гометы имеются двух разных типов, то есть, получается, есть мужские гометы и женские гометы, если мы рассматриваем со стороны человека. В процессе гометогенеза имеется несколько стадий, через которые эти гометы проходят для того, чтобы они получили свою конечную форму, которая уже может напрямую участвовать в процессе оплодотворения и формирования новой зиготы. И как раз о этих стадиях мы сегодня поговорим. Во-первых, гометогенез у нас делится на два типа, в зависимости от того, какие гометы, мужские или женские, они формируются. То есть, если мы говорим о мужских гометах, то это мы говорим о сперматогенезе. Потому что мужские гометы у человека и у животных называются сперматозоидами. А если мы говорим о процессе формирования женских половых клеток, мы говорим о оогенезе. В данном случае ооз переводится как яйцо, и женские половые клетки называются яйцеклетки. Теперь у обоих процессов имеются одинаковые стадии, которые называются… Первая стадия – это стадия размножения. Вторая стадия – это стадия роста. Третья – это стадия созревания. И четвертая стадия – это стадия формирования гометы. То есть, проходя через эти стадии, соответственно, формируются полноценные гометы, которые уже напрямую участвуют в оплодотворении. Теперь, во-первых, стоит знать то, что закладка именно клеток, которые будут формировать половые клетки, происходит еще на ранних стадиях эмбрионального развития. И получается, когда эмбрион уже формируется, то есть, имеется достаточная клеточная масса, у клеток имеется уже свой путь развития. То есть, определенные клетки, расположенные в определенной части эмбриона, они будут давать начало, например, скажем, таким тканям, как покровные ткани, формировать какие-то внутренние органы, например, кости, мышцы, почки и тому подобное. Соответственно, и для половых клеток будут определенные клетки, и находятся в эмбрионах в определенной позиции, и они как раз будут давать начало половым железам. Это яичники, яички, в которых уже будет происходить процесс сперматогенеза и оогенеза. Теперь, для размножения живому организму необходимо, конечно, большое количество половых клеток, поэтому первичные половые клетки, которые закладываются в этих половых железах, то есть, они имеют способность к размножению. То есть, изначальная половая клетка, которая находится на стадии эмбриона, она начинает размножаться с помощью клеточного деления, которое мы называем метозом. То есть, это равноценное деление, когда в результате деления одной клетки формируются две новые, идентичные своей изначальной родительской клетки. И в результате этого метоза, то есть, на стадии размножения, формируются клетки, которые мы называем в случае с сперматозоидами, это сперматогонии, а здесь оогонии. То есть, это как раз закладка половых клеток, которые будут уже потом формировать конечные гометы. Далее, следующий этап, одна из клеток, из вот этих клеток, ну тут в зависимости от того, сперматогенез или оогенез, то есть, получается, в ходе сперматогенеза формируется большое количество, миллионы, то есть, сперматозоидов, в то время как в процессе оогенеза за один цикл формируется только одна яйцеклетка. То есть, яйцеклетки, они формируются по очереди, в то время как сперматогенез происходит, то есть, как бы в большом количестве за раз, то есть, большими группами, можно сказать так. Теперь, в ходе сперматогенеза, то есть, некоторые клетки начинают вступать в следующую стадию, то есть, стадию роста, то есть, они начинают увеличиваться в размерах. А вот в случае с агониями, все агонии, которые имеются, они вступают в стадию роста. И здесь вот такое вот различие идет в том, что вот этот процесс, да, то есть, вступление во вторую стадию у мужчин происходит во время полового созревания, то есть, периодически с наступлением уже, например, где-то 12-13 лет в подростковом возрасте, в то время как вот стадия роста при оогенезе она наступает еще в ходе эмбрионального развития. Соответственно, у женщин, у них будет ограниченное количество яйцеклеток, которые не смогут сформироваться в течение своей жизни. Теперь, в ходе роста, вот, получается, клетки, они увеличатся в размерах, и такие уже клетки мы называем, здесь это сперматоцит первого порядка, а здесь, соответственно, это ооцит. Далее, уже третий этап, это уже сам процесс непосредственного формирования гомет. Здесь стоит отметить, что гометы, они участвуют в слиянии, то есть, они скомбинируют два генетических материала от двух родителей в один, и формируется зигота, у которой будет такое же количество генетического материала, которое было и у его родителей. Соответственно, здесь нам стоит указывать то, что у гомет должна быть только половина генетического материала, то есть, половина хромосом, которая имеется у родителей. Если им будет полный набор, соответственно, когда две гометы будут сливаться, у зигота будет в два раза больше хромосом. Для того, чтобы это избежать, в ходе третьей стадии гометогенеза получается сперматоциты и ациты, они проходят процесс, который мы называем миозом. Это клеточное деление, в результате которого формируются клетки, у которых будет в два раза меньше хромосомного набора, чем было в родительской клетке. В данном случае, получается, процесс миоза происходит в два последовательных деления. Получается, в первом делении, если в норме у человеческих клеток, то есть полный набор составляет 46 хромосом, то в результате уже первого деления количество хромосом уменьшается в два раза. Вот эти клетки, которые формируются в результате первого миоза, то есть первого деления в ходе миоза, они называются уже сперматоциты второго порядка. После этого сперматоциты второго порядка будет проходить через второе деление миоза, в ходе которого количество хромосом сохраняется, но количество копий ДНК становится единичным. То есть у конечных вот этих четырех клеток, которые формируются в результате двух делений миоза, будет по 23 хромосомы, и в каждой хромосоме будет только одна копия ДНК. И здесь вот эти уже конечный продукт, то есть миоза называется сперматиды, которые уже потом будут вступать в четвертый этап, они будут принимать определенную форму. То есть сперматиды, они как стандартные клетки, то есть округлой формы, имеется большое ядро, то есть достаточно большое количество цитоплазмы. Но сперматозоиды, их главным свойством является то, что они должны иметь способность к передвижению, потому что их задача доставить генетический материал отца, то есть к яйцеклетке для участия в оплодотворении. Поэтому сперматиды будут проходить процесс превращения, в результате которого их клеточная структура будет меняться. То есть будет формироваться полноценный сперматозоид, у которого будет жгутик для движения, будет серединная часть, где находится митохондрия, снабжающая энергией жгутик для движения, и в головке сперматозоида будет находиться уже ядро, где находятся хромосомы уже мужского организма. А на самом кончике будет находиться специальная структура, называемая акросомой. там находятся специальные ферменты, которые позволяют сперматозоиду проникать внутрь яйцеклетки и, соответственно, вводить туда генетический материал. То есть у нас в процессе последнего этапа уже формируется полноценный сперматозоид. Теперь этот процесс происходит периодически, то есть у мужчин, то есть в течение всего периода полового созревания, то есть с подросткового периода и, в принципе, до большей части его жизни, то есть до конца его жизни. А вот в процессе его генеза этот процесс нам более сложный, то есть стадия роста наступает в ходе эмбрионального развития, то есть когда еще на стадии плода, и создается закладка. То есть из ооцитов их количество будет уже ограничено. Теперь в ходе каждого менструального цикла, то есть получается один из этих ооцитов первого порядка будет вступать в миоз. И здесь уже будет, соответственно, происходить первое миотическое деление. Здесь стоит упомянуть, что так как в результате должна формироваться только одна яйцеклетка, а в ходе миоза формируются четыре клетки, то только одна из этих четырех будет яйцеклеткой. Все остальные будут клетками, которые мы называем полярными тельцами. Которые будут по размеру, они будут намного меньше, чем сама яйцеклетка, то есть большая часть цитоплазмы останется у яйцеклетки. А вот эти полярные тельца, они будут разрушаться. Их функция состоит в том, что им, то есть в процессе миоза необходимо удалить лишние хромосомы, чтобы поддерживать нормальное количество хромосом для гомет. В ходе первого деления миоза у нас формируется первое полярное тельце и формируется ацид второго порядка. После он проходит процесс уже второго деления миоза и удаляется уже еще одна полярная тельца. Здесь, кстати, стоит упомянуть, что полярная тельца, образуемая в первом миозе, тоже в некоторых случаях может делиться. Поэтому в конечном итоге мы будем иметь четыре клетки, но вот эти три клетки, полярные тельца, они будут самоуничтожаться, то есть будут удаляться и у нас формируется, остается только одна клетка, которую мы называем отидой, которая тоже будет проходить процесс формирования гометы. То есть у яйцеклетки тоже имеется своя определенная структура. У нее имеются специальные защитные оболочки, которые защищают яйцеклетку от проникновения сперматозоидов уже после оплодотворения. Это раз. Плюс сама яйцеклетка, она будет находиться постоянно в защите, то есть в защитной оболочке из клеток, которые формируют такой вот оболочкой пузырек, который мы называем фолликулом, то есть это формируется из клеток уже яичника. И, соответственно, каждый менструальный цикл только в норме. Конечно, бывает, что и несколько, то есть в результате, когда формируется за один цикл несколько яйцеклеток, может привести к тому, что рождаются двойняшки, тройняшки и больше детей за раз. То есть в норме должна быть как бы одна яйцеклетка формироваться, то есть за один цикл. И мы у нас уже получаем конечный продукт генеза, это яйцеклетка. То есть если мы распределяем количество хромосом, так же, как и в сперматогенезе, у нас в результате первичного деления, то есть у ацита первого порядка 46, у ацита второго порядка 23, далее уже у атиды и, соответственно, у яйцеклетки будет 23 хромосомы, которые потом будут комбинироваться с 23 хромосомами сперматозоида и формировать полноценную зиготу, которая будет уже иметь полный набор 46 хромосом. Итак, ребята, сегодня мы с вами рассмотрели стадии формирования половых клеток у человека и, в принципе, у других млекопитающих животных, которые размножаются половым размножением. Соответственно, у нас имеется два типа клеток, это сперматозоиды и яйцеклетки, и они проходят в похожей стадии, но у них имеется различия и сходства, о которых мы уже будем говорить на следующем видеоуроке. На этом у меня все, я с вами прощаюсь, до следующего видеоурока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok